Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Джейн Остин 2006 года Джейн Остин верит в любовь, а её родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчёту. В Англии 1795 года у молодой женщины не было иного выбора. Однако, когда 20-летняя Джейн познакомилась с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разожгли её любопытство, и весь мир полетел кувырком. Сможет ли Джейн отвергнуть ухаживание племянника Леди Гришем, пойти наперекор воли родителей и бросить вызов общественным устоям? Золотой век Фаворитка Начало 18 века Идёт война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, и страной фактически руководит её близкая подруга, леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница Леди Сары, та сначала определяет её работать на кухне, но вскоре новенькая удачно находит лекарство для больной подагрой королевы. Тогда Сара решает сделать её своей служанкой. Для Эбигейл это шанс вернуться к своим аристократическим корням, и лучше не вставать у неё на пути. Калевский ман Герцогиня 2008 года Джорджина была непосредственной девушкой. Она обожала нарушать правила, флиртовать, подтрунивать и играть. Мать выдала её замуж за герцога графства Девеншир. Она приобрела положение в обществе, роскошный особняк, богатство. Но где же любовь? Сможет ли она смирить свои чувства и повиноваться долгу? Или она, став законодательницей мод и признанным идеалом высшего общества, бросит ему вызов? Молодая Виктория. Отец Виктории, Герцог Кенский, умер, когда дочери не было и года. В 11 лет она осознала, что ей предначертано стать королевой Британской империи. Ещё совсем юная, она сумела добиться уважения и любви своего народа. Колесо Дес. История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырёх героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке. Бладая тобой. Молодая пара Джек и Камило уже долгое время вместе. И тут Джек решил сделать предложение своей возлюбленной. Девушка, конечно же, соглашается. И теперь Джек счастлив. При этом ему не важно, что у них никогда не будет детей, так как его девушка не может иметь детей. Но однажды их жизнь кардинально меняется. А причиной тому стояло появление в их жизни семилетнего сына Джека, Феникса, с которым он раньше практически не общался. Выдание багажа. На протяжении всей жизни Монтан Амур сталкивалась с давлением со стороны своей матери по части необходимости замужества. Когда младшая сестра объявляет о помолвке, героиня оказывается в незавидном положении. Правда, любовь. Даже сейчас в Индии не все могут себе позволить брак по любви. Чтобы не выходить замуж за выбранного семьей жениха, старшая дочь Шаут Хади сбегает со своим бойфрендом. Их пытаются найти родственники, используя довольно жесткие методы. В ходе этого приключения своеволие проявляет и младшая сестра беглянки. Возможно, их борьба за право на личное счастье изменить многолетние устои. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok